Руководитель муниципального предприятия «Центр Транс» Дорохова Юлия Александровна. Юлия Александровна, расскажите, где можно приобрести проездные билеты на общество «Транс» в целом, а о них расскажите нам. В настоящее время транспортные карты можно приобрести в киосках «Роспечать Алтай» и «Лига Пресс». Их в настоящее время 30 штук, они находятся в общедоступных местах, и они у нас не менялись, местоположение указанных киосков. С 1 декабря у нас поменялась в городе Барнауле тарифная политика, она представлена 8 тарифными планами. Так, проездные билеты у нас есть для граждан, стоимость данного проездного билета составляет 1380 рублей. Воспользоваться данным видом проездного билета можно в троллейбусах и трамваях. Также у нас есть проездной билет единый на 60 дней, который делится на два вида в зависимости от количества поездок. 20 поездок стоят 460 рублей, 42 поездки стоят 970 рублей. То есть стоимость одной поездки для пассажира обходится 23 рубля. Также у нас есть проездные билеты для пенсионеров, они также делятся на два вида. Это пенсионный безлимитный, стоимость его составляет 860 рублей, и лимитированный. Количество поездок на нем предусмотрено 45 штук, стоимость его составляет 550 рублей. Указанные транспортные карты действуют в автобусах большой и средней вместимости, а также во всех видах электротранспорта. Это трамваи и троллейбусы. Охват системы в настоящее время составляет 90%. То есть договоры присоединения к системе заключены со всеми перевозчиками, которые осуществляют перевоз людей автобусами большой и средней вместимости, электротранспортом. И на 50% охвачены системой маршрутки. У нас также есть проездной билет для студентов. С 1 декабря стоимость его поменяется и составит 650 рублей. И транспортная карта вида школьная. Она делится также на два вида. Для школьников стоимость ее составляет 550 рублей. И для малообеспеченных школьников стоимость составит 400 рублей с 1 декабря. На что хотелось бы обратить внимание, что транспортная карта вида школьная, на которой записывается проездной билет для малообеспеченных семей, его можно приобрести только в МУП «Центр Транс» на Ленина 6 по предварительной записи. Транспортные карты вида школьная и студенческая можно воспользоваться только в электротранспорте, то есть в трамваях и троллейбусах. Транспортная карта пенсионная также приобретается на Ленина 6, так как там тоже необходим пакет документов. То есть там необходимо, чтобы ее получить, иметь городскую прописку в городском округе города Барнаул и достижение возраста женщин 55 лет, мужчин 60 лет. Пенсионная карта выдается в первый раз бесплатно. Достаточно ли, есть ли спрос, насколько популярностью пользуются у нас проездные билеты среди жителей Барнового? В настоящее время безналичной системой в общественном транспорте пользуются 60% населения, составляет 60%. То есть мы видим ежегодный рост, то есть данный способ оплаты является популярным. То есть если сравнить 2020 и 2019 год, рост безналичных платежей в общественном транспорте составил 10-15%. После, допустим, то, что сейчас новые тарифы, да, и стоимость значительно ниже, готовы ли Бультерранс обеспечить, Центр Транс, обеспечить всех картами? Недостатков в транспортных картах нет. Транспортные карты любого тарифного плана, любого вида, они есть в достаточном количестве в настоящее время. Стоимость проезда в общественном транспорте, который ездит по регулируемым тарифам, с 1 декабря составит за наличный расчет 28 рублей. Стоимость по электронному кошельку составит 24 рубля. То есть разница между безналичным способом оплаты и наличным составит в настоящее время от 3 до 5 рублей.